позвольте я буду спонтанно делиться откровениями или теми мыслями которые господь вкладывал сегодня на протяжении последних последнего времени знаете это не то что что-то случайно возникло это то в чем я сейчас буквально пребываю над чем размышляю как я вижу это является очень насущным сами затронули тему святых или движения святых и мы уже являемся как таковые святыми и поэтому скажите громко аминь аминь и как мы знаем определение святых это верующие в иисуса христа которые избрали своей целью царство божие избрали своей целью преобразование в характер христа и возрастания во христе и естественно удалившись как написано в писании от господствующего в мире или удаляясь господствующего в мире растления похоти то есть удаляясь от скверн этого мира поэтому хотя мы именуемся святыми это вовсе не означает что нам нужно перестать легкомысленно или или что нам нужно продолжить легкомысленно относиться к своим словам и своим поступкам напротив господь желает чтобы мы возрастали в святости правда да согласны со мной скажите аминь 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 он же сказал что если праведность ваша праведность не превзойдет праведность книжников и фарисеев но конечно же он имел ввиду прежде всего что нам нужно принять его праведность когда правда да но это к тому же еще оба обязывает если надо на благодать божья как оправдание для для греха это неправильная позиция нам дана благодать божья для того чтобы нам иметь победу над грехом постоянно упражняется в благочестие достигая и совершен и у совершаясь таким вот образом правда да понятно да вы понимаете это очень важно очень важная идея то что идея благодати идея искупления это вовсе не означает то что нам нужно остановиться в своем духовном развитии что включает себя также нашу святость нашу праведность то есть избавление каких-то вредных привычек иногда бывает трудно я понимаю но господь нам в помощь правда да и поэтому сейчас вот если кто-то из вас сражается с какой-то греховной привычкой возможно она мало или большая пожалуйста не осуждайте себя не обвиняйте себя перестаньте считать себя недостойными потому что господь все равно вас очень любит но откройте ваши сердца перед господом вашей личной молитве и отдайте это все ему искренне рассказав господа о том через что вы проходите возможно ухода это длится годами и вам трудно избавиться скажем от какого-то от приступов гнева или может быть вам трудно избавиться от нет нет чувства такого нет недовольства или чувства отсутствия или может быть вы не переживаете близких отношений с господом или вам кажется что господь вас не любит но не правда совершенно бог вас любит тем не менее сегодня господь освобождает избавляет вас от вредных привычек от привычек может быть такой таких как зависть или же наоборот гордость даже еще плюс к этому или может быть такое состояние как такая оценка самого себя как недостойного человека мы противостоим этому мы разбиваем всякую ложь дьявола потому что господь считает вас достойными он принял вас поэтому спасибо иисус аллилуйя так господь очень заинтересован в том что мы возрастали возрастали и упражнялись в благочестии чтобы использовали любую ситуацию как возможность для нашего возрастания особенно если она трудно кто-то возможно скажет вау если трудная ситуация что-то не так наверно кто-то согрешил возможно я согрешила или кто-то виноват пожалуйста не думайте так будьте благодарны и богу за любую ситуацию если вы сохраняете такую позицию то определенные моменты бог употребит ее таким мощным образом так сильно что вы сами удивитесь естественно удивятся окружающие вас вы станете другим человеком ну подобно блаженному и благословенному и ову правда да аллилуйя спасибо господь поэтому почему я все это хочу говорить я говорю о том что статус святых с одной стороны это великое благословение великое благо это вели высокая честь потому что мы являемся царственным священством то есть священниками и царями являясь то же время святыми и заметьте что еще мы добавим мы из дети божьи аминь это он он дал нам законное право это это очень даже законно это записано в книге жизни у агнца то что мы являемся его детьми это как власть имеющая правда да и мы искуплены аллилуйя мы не свои мы принадлежим богу и он взял нас в удел он призвал нас мы призванные святые мы не просто святые который бог не призвал нет скажите у меня есть призвание от господа скажите про себя ну и скорее всего а если вы задаете с вопросом господь а где же и какое же это призвание то скорее всего исходя вот из той ситуации из того места или тех обстоятельств которых вы находитесь вот и как раз вот и начинаете оттуда отталкивается не мечтаете каких-то чрезвычайных вещах скажем вот однажды вдруг внезапно вы станете за кафедрой и перед вами будет 500 человек ваша церковь до не ждите этого используйте то что вы имеете сейчас то что господь знает что и вам нужно знать вернее то что великие дела очень часто имеет совершенно маленькое начало постарайтесь быть верными постарайтесь используя те обстоятельства и те ситуации употребить их для того чтобы поступать по вере и скажите аминь 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 возможно мы были научены и кстати как сегодня было в одном пророчества то что церковь она везде она постоянно везде довольно сказал да высказать в ваших домах аминь аминь поэтому пусть ваша свеча ваш свет светит очень ярко и готовы ли вы светить в ваших домах в вашем окружении в очень вопрос потому что практически вот это и есть церковь мы с вами находящийся в тех местах где господь нас поместил не думайте что церковь это собрание да это собрание это это семья божия это экклесия это законодательный орган но это не здание да даже не место это не какое-то единичное событие церковь этом мы с вами живущие поступающие по духу и вот ваше призвание которые вы имеете она будет постепенно раскрываться с каждым шагом вашего послушания в боге почему я все это говорю потому что вы потенциальные лидеры вы здесь не случайно в этой группе эта группа повторяю я повторяю постоянно эта группа для лидеров настоящих или будущих людей которых которые будут вести за собой остальных вы как будете как моисей как иисус на вин как иисус и на вины как многие другие аминь слава богу и более того потому что иисус христос уже уже вас поэтому насчет призвания не удаляйтесь очень слишком далеко от вашей реальности которые вы находитесь сейчас понимаете да потому что господь уже поместил вас где-то в чем-то возможно кто-то из вас однажды допустил ошибку вы сдались вы не откликнулись на божий призыв и поэтому вы думаете а раз я была непослушна то мое призвание она никогда не исполнится но бог очень милосердный он настолько сильно любит вас что он понимает что была какая-то причина почему вы остановились почему вы сдались наверное одна из самых больших причин это боязнь нарушить традицию боязнь сделать что-то что может показаться в глазах других людей неправильным но вы же пророческие правда вы апостольские поэтому вы знаете как дух святой учит вы знаете как он ведет как он руководит вы уже активированы и зачем потому что вы демонстрировать однажды на собрании вот и вторично самое первое именно для того то вы активированы чтобы исполнить ваши призвания исходя из той ситуации или из тех обстоятельств которых вы которых вы находитесь сейчас вы скажете а у меня такое трудное все такое тяжелое никто меня не понимает никто меня не любит ну хотите чтобы у вас все любили не будет такого если вы не ожидайте вообще от людей даже награды делайте добро просто делайте то что вам господь велит дело и постепенно и поэтапно вы выйдете на на тот путь в котором вы почувствуете что очень легко потому что вы по настоящему прыглись в одно ярмо вместе с иисусом это время которое он дал он разделил это время она легкая почему потому что он несет гораздо более тяжелую часть скажите аминь 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 относительно призвания я повторяю еще раз проанализируйте задайте господу вопрос господь что вообще происходит моей жизни в чем я нахожусь сейчас господь я хочу я хочу двигаться вперед я не хочу стоять на месте и господь обязательно будет вести вас вперед да возможно вы были заинтересованы как многие раньше как часто бывало так в церквях что люди приходят на собрание для того чтобы получить потому чтобы только получать и даже серию то и скажем финансы к пожертвованиями и другие дела с расчетом какой-то получение какой-то выгоды это знать как дух такой такой предательский дух и воды который тоже знаете он носителем был хранителем казны денег да как бы но и он ожидал что у него будет большая награда в конце концов потому что он так много оставил всем пожертвовал и вдруг его ожидания не исполнились и поэтому взял и продал все отказался и не думаю что вы такие но иногда это предательство оно может быть такой замаскированной форме такой форме что а будь что а была не была я расслаблюсь я буду жить как другие живут и мне не интересно что что вообще господь хочет для меня в плане моего призвания в плане моей жизни я хочу наслаждаться благами земными ну естественно что в тот момент когда вы решаете идти за господом вам нужно чем-то пожертвовать правда отказаться от каких-то взять пост от чего-то в конце концов возможно для кого-то этот пост будет включать взять пост от от интернета скажем или от просмотра каких-то боевиков или фильмов а возможно но любом случае для того чтобы пойти вперед нужно согласиться с тем что господь желая чтобы мы отделились осветились ну помните он говорил осветитесь да прежде чем перейдете через иордан то есть нужно было оставить какие-то обычные дела нужно было сконцентрироваться на господи нужно было перестать заботиться наверное большей степени о своих каких-то личных целях вот если ваши личные цели вы ставите выше чем божьи цели для для вас тогда конечно это трагедия я знаю очень часто такое происходит какая-то такая смесь с одной стороны божьи цели а другой стороны и наши цели и как это совместить да невозможно изберите полностью божьи цели отложите все ваши личные цели на второй план отложите и дайте господу отдайте и господу пусть он вам поможет разобраться с ними что является приоритетным наиболее важным и скажите аминь 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 вот если вы так вот искренне разговариваете с богом и говорите с ним относительно вашего призвания и вы согласны осветиться оставить ваши личные цели подчиниться его видению его плану в ваших обстоятельствах в вашем окружении вообще даже в личном вас самих подчиниться его плану избрать его пути его мысли это будет означать грандиозную перемену вообще я не знаю почему я говорю вам потому что вы уже не вы уже не младенца но в какой-то степени мы все остаемся где-то недостаточно развитыми наверное поэтому хочу возбудить вас желание начать двигаться в соответствии с тем видео которое бог имеет для вас персонально пожалуйста не думайте что есть общее видение которое наиболее более важно чем ваше личное видение это не так да мы слышали мы знаем очень много читали постоянно говорим повторяем об апостольском пророческом движении но это прежде всего имеет отношение персонально к вам какое мое место в этом что я должна сделать связи с этим мало просто назвать или озвучить эти вещи но нужно занять соответствующее место приготовленное господом даже если она может показаться для нас несколько необычным ли странным это место скорее всего находится там в чем вы уже находитесь интересно я сказал даже сам удивился лантура нотро витой давайте помолимся на языках немножко чуть-чуть кинтуро ментра танбарам нотро висы баулон дро ката вара ваше жизнь в баулон дро кентраба штит и росли кентраба сталактаракора амиде пейс первое наверное то первое и то наиболее важное о чем это рассказать сегодня то что наше понимание церкви должно реформироваться должно измениться потому что многие из нас все еще бы такие церковные знаете вот а что паша сказал что вообще мнение людей порой для нас заменяет вообще откровение святого духа или мнение бога вау но если это так но друзья возлюблены кто мы такие вообще есть как мы можем двигаться вперед мы как запрограммированный как машины как робот пожалуйста измените свое мышление понимаете да потому что ваше личное взаимоотношение с богом гораздо важнее нежели принятие такого общего глобального видения или стратегий вы личность поэтому в этом есть ваше первородство не продавайте ни за какую миску похлебки не за какие обещания не за какую не поддавайтесь никаким никакому роду контролю или страху исходящему от других людей вы личность и вы церковь и часть церкви и вы не одиноки вы соединены ну пускай может быть вы не можете пожать друг другу руки сейчас но мы уже соединены скажите я уже соединена с другими членами церкви аминь скажите это вслух я уже соединена с другими членами поэтому поэтому вот вы знаете вот здесь опять же возникает вопрос если мы говорим о нашем видне то вопрос вообще-то а включает ли это соединение с теми людьми которые которые с которыми бог хочет чтобы я соединился это или это просто результат какой-то случайности или или же это просто потому что потому что я сам хочу или сама этого хочу нет конечно же нужно соединиться с теми кого вам дает господь и это очень и очень важный ключ к тому чтобы ваше личное призвание стало исполняться и скажите громко аллилуйя поэтому пожалуйста пересмотрите вы как церковь находящийся дома молящийся дом и имеющие взаимоотношения может быть даже через интернет только но с кем но по сути вы имеете отношение с теми которых вам дал господь правда да вы пришли сюда не случайно и потому что не для того чтобы только лишь угодить скажем своим эмоциям или же или как бы получить какое-то утешение нет для того чтобы снарядиться как вы можете снарядиться есть новые пути снаряжения вы эти пути отчасти только приняли отчасти знаете но они по-настоящему не будут работать вас если вы будете в двух лагерях с одной стороны принадлежащие традиционной какой-то группе верующих или христиан или будучи под покровом пастыря а который по сути не заинтересован в активации даров не заинтересован том чтобы вы вообще вошли в ваше личное призвание для него самое главное чтобы вы регулярно посещали были прихожанами его церкви и традиционно исполняли те обряды те ритуалы которые которые предписаны внутренним уставам той церкви возлюблены ну хотите быть свободными выйдете из этого египта и тогда вы по-настоящему сможете войти свое предназначение кто еще не вышел а я не говорю о том что нужно сказать пастору губай но а вам нужно иметь внутреннюю свободу независимость от контроля человека если этот контроль и все это влияние ограничивает дух святой внутри вас если это убивает вашу веру ваше личное призвание убивает и загул и угошает дух святой внутри его и запрещает скажем пророчество запрещает вообще те новые пути которыми господь уже двигает сейчас миллионы христиан по всему миру во и если вы только находить находитесь в старом и хотите двигаться в новом но это невозможно просто осуществить но просто нереально вам нужно обязательно осветиться перед чем перейти через иордан то есть избавиться от личного хлама избавиться от старых путей избавиться от старого мировоззрения типа мнение человека для меня более важно нежели откровение которое господь дает мне через слово божие и через дух святой господь желает чтобы мы были свободными господь желает чтобы церковь исполнила свое предназначение да это факт то что не все вошли в хананскую землю это факт то что не все войдут свое призвание тем не менее огромное число христиан это сделают это есть то новое поколение которое мы с вами так легко и так просто называем апостольским и пророческим но для того чтобы по-настоящему быть частью этого поколения нужно обязательно выйти из старого состояния обязательно осветиться обязательно избавиться от искусственности от набожности от религиозности от контроля от ограничителей вау как это страшно может вы можете вы подумать а как это а что обо мне скажут меня же объявят еретиком меня же объявят неугодным предателем так далее так далее знаете меня однажды один человек назвал даже иуды пастырь да я радуюсь причем потому что потому что я вышел из той системы той структуры которая была как домоклов меч найти надо мной такой висящий шаг лево шаг право смерть тебе друзья но господь не создал сердце для того чтобы ограничить для того чтобы запретить для того чтобы связать и для того чтобы запретить наоборот для того чтобы для того чтобы освободить спасти снарядить и отправить и послать подобно как это было в ране церкви поэтому это и есть новые пути снаряжения апостольские пути время выйти из старых старых путей и войти в новые пути или давайте громко скажем аминь аминь сказать что мы такие бываем надо интересное что даже простите иногда я слышу кто-то посещает даже православные храмы даже свечи стану я удивляюсь как это возможно ну пожалуйста но будьте дерзновенными смелыми аминь но все это как образы для нас и все это для нас то же время как начало мудрости есть страх господин пожалуйста осветитесь избавьтесь от старого возможно это старое было очень даже хорошо действующим а еще буквально лет десять-пятнадцать назад но она уже устарела господь творится новое поэтому хотите ли вы примкнуть к пророческому апостольскому сонму и громко скажите аминь 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 и давайте помолимся на языках сейчас до сих пор от них и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну и по сути, когда мы слушаем, нам нужно слушать с верою. Просто приготовьте, чтобы впитать в себя. Потому что будут пророчествовать уже не младенцы, а зрелые пророческие апостольские люди. Поэтому принимайте это с верою, не анализируя, не шлифуя, не оставляя только то, что вам нравится. Возьмите все, буквально все те слова, которые вы сейчас будете слышать. И первая будет Ольга Квасова, затем я попрошу также Наталью Петрова и Ирина Хазаржан и Владислав. Хорошо, да? Вот вы четвером. Я не знаю, как... Владислав вышел, к сожалению, да. А, ну тогда Наталья, замечательно то, что вы остались. Хорошо, пожалуйста, оставайтесь. И вот Ольга, затем Наталья, Ирина и опять Наталья. Другая только Наталья, да. Итак, пожалуйста, Ольга. У нас формат какой? Сколько человек их? Я думаю, может быть для двух? Или как вы считаете, необходимым? Хорошо, аллилуйя. Дорога, вчера это Тарсея и Юрий Гуляшко. Господь говорит, сын мой, записал ли ты те пророчества, которые я высвобождал в твою жизнь? Воинствовал ли ты на основании этих пророчеств? Как ты используешь мою благодать, когда у тебя происходят трудные события? Я собрал свою семью, и мне легко сказать каждому из вас, у меня нет лицеприятия. Но я хочу, чтобы та репутация моего сына, которая стоит за каждым из вас, она была возвышена вашими поступками, словами и делами. Поэтому обнови все пророчества, которые я высвободил в твою жизнь. Реализуй их в своей жизни, воинствуй. Воинствуй всякий раз, когда нечистый дух пытается подступать к тебе, когда сложные обстоятельства пытаются сокрушить тебя, когда ложь врага пытается обмануть тебя. Вновь и вновь поднимай слово пророческое, поднимай дух веры, активируй это все, с вызовом скажи в духовный мир, кому ты принадлежишь, чем сыном ты являешься, и чё призвание горит в твоем сердце, говорит Господь. Аминь. Аминь. Представляй мой народ повсеместно, представляй мой народ достойно. В тебе есть воинское начало, в тебе есть воинский клич, в устах твоих шафар труба, громко звучащая, звучащая по направлению к Иерусалиму. Ты глядишь на эту землю, и она манит тебя, но также та земля, которая приняла тебя, и семя твое, она нуждается в слове твоем, в твоем служении. Возьми инструмент и скопай сам. Не приди на приготовленную почву, а вскопай ее. И посади это семечко, поливай и охраняй. Дождись урожая. Не иди дальше на другую землю. Дождись урожая. Собери этот урожай. И ты будешь видеть, как ценно для тебя каждое зерно выросшее, как ценно для тебя каждое зерно сохраненное. Ты будешь с бережностью смотреть на все это и засевать вновь и вновь, поливая это, зная то, что положен труд твоей жизни на то, чтобы созрел новый урожай. Я хочу распространить новое семя, которое знает и о народе Израиля. Новое семя, которое знает о сыновстве своем и о новом человеке в одно, поместить это в одно. И в этом одном оно будет созревать, как в яйце. Для того, чтобы абсолютно новый вид вылупился из этого яйца. И это будет орел. Это не будет птенец, это будет орел. Он сразу будет знать, что ему приготовлено небо. И небо будет его манить. И гортанный клич будет звучать из горла. Потому что заложено верное семя, взращено и сохранено. Так говорит Господь. Аминь. Аминь. И аминь. Спасибо, Господь. Спасибо вам, Ольга. И, пожалуйста, следующий. Кто у нас? Наталья, по-моему. Аллилуйя. Благодарю тебя, Господь. И вверхай пророчество, Господи, через наши уста для Михаила Дверчан. Аллилуйя. Боин мой, хорошо владеющий моим мечом, словом моим, я дарую тебе власть над большими ситуациями, большую власть над большими народами. Я открываю тебе новую дорогу, расширяю твои возможности. Иди вперед, иди, не бойся и не страшись. Ты не один. Я с тобой. Я впереди тебя. Воин мой, сын мой. Так говорит Господь. Аминь. Аллилуйя. Для вас, Григорий, когда вы свидетельствовали еще в начале, я увидела вас как дерево. И вокруг ходит садовник, песенку напевает, обкладывает удобрением, рассматривает пистики, где что обрезает, удобряет, подкапывает. И, знаете, ходит такой, ну, довольный такой все, и говорит, скоро, скоро, скоро ты принесешь плоды. Вот для вас вот такое, что созревают плоды еще больше для Господа, и Господь с вами всегда. Аминь. Аминь. Спасибо. Спасибо. И мы идем вперед. Вот, пожалуйста, следующее. Аллилуйя. По-моему, Ирина, да. Да, Господь, аллилуйя. Благодарим тебя, Господь, за этот трепет перед словом твоим, Господь, аллилуйя, за то, что ты освещаешь и просто наполняешь светом, и даешь этому слову корениться прямо глубоко, глубоко внутри. Мы просто пополняем тебя, Бога, Господь, аллилуйя. И мы благодарим тебя за Ольгу, и спасибо тебе, отец, за то, что ты так близко держишь ее в своих руках. И твое сердце, оно благоволит к ней, и изливаешь новое помазание, и новый елей, и направляешь прямо глубоко в сердце, и говоришь, что я врачую твое сердце, я наполняю этим новым. И я уже достаточно его расширял, и ты много проходила, и Господь говорит, я держу это сердце в своих руках, и я наполняю тебя новым. Я наполняю тебя новым. Своим огнем. И вот враг пытается вредить и пытается помешать, но никто не сможет остановить меня, потому что я иду впереди тебя. Я открываю дорогу, и я открываю тебе новые двери, говорит Господь. Я изливаю. Ты приготовься к необычной пятидесятнице. Господь говорит, я буду удивлять тебя, буду давать тебе новые пророческие сны, новые откровения. Ты будешь просто течь в моем помазании, потому что я изливаю на него. Я пропитываю тебя, пропитываю тебя маслом, духом, говорит Господь. И такой трепетный, и такая сильная Божья любовь. Господь говорит, я просто обнимаю тебя. Дитя мое, я обнимаю тебя. И такое глубинное исцеление, исцеление души, исцеление эмоций, восстановление силы. Господь говорит, ты сильно укрепилась, еще укрепишься больше и больше. Укрепление, отношения новые в семье, свежесть, Господь. Мы благодарим тебя, Отец. Аллилуйя. За то, что ты просто дуешь и наполняешь своим дыханием. Твое дыхание, оно настолько близко. И твоя любовь, и твое сердце, оно настолько близко. И ты так крепко держишь свое, и тебя, и ты говоришь, ты моя. Я люблю тебя. Всем своим сердцем. Аллилуйя, Господь. Мы благодарим тебя за твое трепетное присутствие, Господь, за твою огромную любовь, которую ты изливаешь в наши сердца, Господь. И мы благодарим тебя за Владислава, Господь. Мы благодарим тебя, Отец, за то, что ты тот, который поднимаешь этот голос, укрепляешь могуществом и силой своей, подобно как шафар, который будет звучать на многие территории в духовном мире, Господь. Я благодарю тебя за то, что от этого голоса силы будут рушиться всякие стены и Иерихумский, который настроил и наставил фраг. Я благодарю тебя, Господь, за силу духа твоего, Господь. Аллилуйя. За новые пути, за новое начало. Аллилуйя. За новое преобразование, за расширение. Аллилуйя. За новые просторы, за новые нестандартные вещи, Господь, которые ты так жаждешь производить. И Господь говорит, что да, 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 я буду обучать тебя новым путям и новым стратегиям. Я поведу тебя на мою глубину. Ещё больше познавать меня и узнавать меня. Это тот, который не побоишься нырять очень глубоко и доставать мои жемчужины, доставать мои откровения и делиться, и открывать. Потому что сердце твое щедрое для того, чтобы открывать и отдавать эти драгоценности. Это тот, который способен просто доставать с самого дна этих людей, которые считаются даже утопленниками, и которых даже многие и не подойдут. А я говорю, ты будешь вдыхать, вдыхать силу Духа моего, силу воскресения моего, и люди будут подниматься и воскрешаться к совершенно новой жизни. И я тот, который буду изменять сердца людей через тебя навсегда, так говорит Господь. Аминь. 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 Спасибо огромное, Ирина. И мы пойдем дальше. Наталья, но знаете что, вслед за вами, Наталья, еще Марина Кузнецова, пожалуйста, приготовьтесь. Наталья, какая касса, да? Да, 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 вы, конечно. Спасибо. Мне Господь дал слово, я его записала, но я спросила, я не поняла для кого. Я его сейчас озвучу. Господь сказал, ты находишься в ожидании славы моей, а я тебе говорю, ты ее являй, ты мою любовь и злей. Нет, не твой друг ожидание, он всегда находит бездействию оправдания. Потому выходи из ожидания моего проявления, входи в духа моего высвобождения, высвобождай, действуй, иди, не останавливайся, не жди. Кто ждет, тот не собирает со мной, кто не собирает, тот расточает, тот станет пустой. А это не твое предназначение. Не ожидай, а совершай мое течение. Так говорит Господь. Очень замечательно. Громко воскликнем Аминь. 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 Да, пожалуйста, еще. И Господь сказал для Алены Любиной, я вот сегодня произнес уже два слова, и это было сказано для тебя. Вера и верность стихия твоя. Ты прикладывай силу, чтобы веру высвобождать, чтобы идти и моим словом победу совершать. Огонь, который я вложил в тебя, он опаляет силой моей, твоего врага. Потому смотри на себя, как на полыхающий костер. Смотри на себя, как на изобилующий славой и богатствами моими шатер. Ты хранилище, ты храм, ты дом, исполненный моей любви. Так на себя, дочь моя, смотри. Так говорит Господь для Алены Любиной. И Господь говорит, я вижу, я вижу, то есть, как мне Господь показывает, я вижу тебя, сестра, кедром. И Господь говорит, ты мощная, сильная, крона твоя, недосягаемая. Плоды приносят плод, когда пламя моё его опаляет. И Господь говорит, что многие кедры через тебя посажу, много дел через тебя совершу. Только помни, что вера, вложенная от тебя, верностью твоей утверждается для меня. Аминь. Аминь. Скажите, аминь. 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 И, кстати, у меня было побуждение, вслед за Мариной, Алена Любина, приготовьтесь тоже, нескольким человеком пророчествовать будете. Спасибо. Пожалуйста, Марина. Аллилуйя. Аллилуйя. Лариса Пчелинцева. Господь говорит, дочь моя драгоценная, ты взращиваешь плод любви, и он пребывает в тебе, он приумножается в тебе. Я наполняю тебя ещё больше любовью, и ты полна верности в служении мне. Я расширяю твое сердце, чтобы ты могла вместить больше и больше детей моих и послужить им любовью. Служение любви это самый великий плод. И взирая на Иисуса Христа, который совершил служение любви, и ты, дочь моя, совершаешь эту любовь и усовершенствуешься в ней. И я благословляю тебя, расширяю тебя, приумножаю тебя, чтобы ты вошла в полноту предназначенного для тебя служения, говорит Господь. Аминь. Эльвира, дочь моя, укрепляю тебя в хождении со мной, послушании мне, слушай мой голос и старайся подробно исполнять то, что я тебе говорю. И тогда ты будешь успешна, ты преуспеешь в предназначении в твоем. И уже никто не похитит твоего времени, не похитит твоей энергии и силы, потому что ты будешь послушна мне и Дух Святой будет охранять хождение твоё. Аминь. Аминь. Алилуйя. Спасибо, Господь. Спасибо, Марина. Алена, пожалуйста. Аминь. Шалом. Господь вкладывает в меня побуждение молиться за мужчин, которые у нас здесь присутствуют. За Григория, Владислава, за Михаила и Юрия. Так говорит Господь, сыновья мои. Сейчас своеобразное время, в которое я хочу выжить из вас свой Божий елей мужественности, ответственности, верности и твёрдости во Христе Иисусе. Через те обстоятельства, которые вы проходили, сыновья мои, вы понимали, что какие-то вещи, они просто тщетные и нужно их оставить. И то, о чём говорил я Духом Святым вам в ночи через сны, возьмите это на заметку, потому что придёт время и я буду спрашивать вас как с мужчин за эти вещи. Я хотел бы, чтобы вы приняли тихий шёпот Духа Святого, который говорил вам, который наставлял вас во все времена. Но знайте, что с вами я работаю иначе, не так как с сёстрами. Хоть ваши сердца и нежны, но я желаю от вас, как от мужчин, ответственности в том, в чём вы двигаетесь. Я смотрю на это, я это замечаю, и я как отец спрашиваю с вас. Я хотел бы, чтобы вы были мужественны, тверды и сильны, чтобы вы подавали пример своим семьям, тем людям, которых я поместил рядом с вами. Я благословляю вас в этом усиливаться, потому что вам предстоят времена, когда вы будете, когда то сформированное сейчас вам послужит будущим вам, вашим семьям и людям ближним. Аминь. Аминь. Алена, спасибо. И ещё, пожалуйста, положайте. Аллилуйя, Господь, благодарю тебя, Боже мой. Для Лены Сариогла, Сариогла, правильно сказала, да? Дочь моя, ты роза моя, ты моя дитя, я так тебя люблю. Не унывай, даже если ты сталкиваешься с каким-то упрёком, не унывай, смотри вперёд, смотри наверх. Всё, что происходит и пытается смутить тебя, это всё дьявольские козни, которые когда противник хочется остановить тебя, но ты не останавливайся, будь верна в том, что тебе поручено, и я ещё больше укреплю тебя. Пусть моя крепость будет в твоей внутренности, пусть мой свет сияет через тебя, я благословляю тебя, ты сильна стержнем внутри, ты нежна духом святым, ты трепетно пред лицом моим, и я ценю это, благословляю тебя, девочка моя, ты сейчас растёшь в плодородной почве, аминь. Аминь, спасибо. Аминь, и ещё раз за аминь. Спасибо, Алена. Друзья, на этом мы завершим. Я не буду возвращаться для того, чтобы просуммировать, подвести итог. Я верю, что дух святой уже запечатлил в вашем духе буквально всё то, что он хотел сказать, поэтому позвольте ему продолжить внутреннюю работу, и помните, что вы очень драгоценны в очах Господа, и он уже призвал вас, и он заинтересован в том, чтобы помочь, чтобы провести через любые испытания, и сделать вас как чистое, драгоценное золото, находящееся внутри ваших сердец, ну и, конечно же, способное принести обилие плодов Духа. Пусть Господь хранит и благословит вас и также ваших близких. Шалом всем, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok